В поселке Краснокаменск основную заботу о создании праздничного настроения взяли на себя работники культуры и творческие коллективы, причем не только краснокаменские, но и из соседних поселков. К нам приглашены коллективы с других поселений города Артемовска, Кашурниково, поселка Кордова и наши краснокаменские коллективы выступают. В нашем поселке живет порядка, ну, наверное, больше 15 национальностей, потому что поселок небольшой, рабочий. У нас здесь небольшое количество жителей, но все мы разные, все мы разных национальностей, и вот сегодня в этот праздник мы объединяемся. При открытии мероприятия Дня многонациональной Сибири присутствовали почетные гости – глава Курагинского района Владимир Доченко и исполняющий обязанности начальника управления общественных связей губернатора края Роман Баринов. Их краснокаменцы встретили хлебом с солью, а вместо цветов вручили символ плодородия – букеты из колосьев пшеницы. На самом деле наша страна имеет более 100 национальностей. И хочу сказать, что когда мы где-нибудь уезжаем на большой территории нашей страны, когда на вопрос спрашивают, кто мы, мы обычно говорим «сибиряки». Когда мы уезжаем за границу и спрашивают нас, вы откуда, мы говорим «Раша», «Россия». И это правильно. Почему? Потому что вне зависимости от цвета лица, вне зависимости от цвета глаз и цвета кожи, мы на самом деле россияне. Это нас объединяет и создает нашу государственность, которая возрождается, я дай Бог, думаю, обязательно будет возрождаться в дальнейшем для нашего благосостояния. Глава района вручил заслуженные награды жителям поселка, которые своим творчеством украшают жизнь односельчан. Глава района вручил заслуженные награды жителям поселка, которая возрождается в дальнейшем. Исполняющий обязанности начальника управления общественных связей губернатора края Роман Баринов поприветствовал участников праздника и отметил, что главное в нашей многонациональной стране сохранять дружбу и взаимопонимание. Дорогие друзья, от имени губернатора Красноярского края Виктора Александровича Толоконского разрешите поздравить вас с первым фестивалем на вашей земле, пожелать вам мирного неба, крепкого здоровья, долголетия, счастья, развития, веры в будущее и от себя лично присоединиться к пожеланиям губернатора. ПЕСНЯ Юрий Соколов живет в Краснокаменске уже 30 лет. Родом он Скорпат. Юность провел в Казахстане. У нас Россия многонациональное государство, так что я думаю, что здесь даже и говорить не стоит много. Просто Россия – это есть самое богатое. Сегодня Юрий – участник художественной самодеятельности. К празднику готовился вместе со своими коллегами ответственных. Ну, готовимся мы, занимаемся, тренируемся. Каждую неделю ходим, собираемся коллективом, поем, рассказываем, что-то показываем. Ну, это все для души. А Россией родной будем петь. Славить будем наше государство российское. Недаром праздник называется День многонациональной Сибири. Кого не возьми, у всех в роду большое разнообразие. Вот, например, Татьяна Шалыгина не знает, к какой национальности себя отнести. Но смесь характеров предков дала удивительный эффект. Я праздники люблю, я сама праздник. Люблю веселиться. У меня папа дагестанец, мама немка. А родились мы в Кемеровской области, выросли. У нас все, ну, как обычно, как по-русски. Кемеровской области, выросли. У нас все, ну, как обычно, как обычно. В рамках праздника, как и на других территориях, проходили выставки народных костюмов. Здесь это были костюмы русские, украинские, молдавские, казахские, бурятские. Также проходила дегустация национальных блюд. Тех, кто успел попробовать, не разочаровали лаваш, манты, долма, хинкали, драники. На мастер-классах можно было приобрести какие-то умения. На игровых площадках похвастаться силой и ловкостью. Я считаю, что такие праздники нужны. Они необходимы для того, чтобы лишний раз подчеркнуть о том, что у нас многонациональный народ, и что у нас народы между собой дружат. Что у нас не раздрозненность, а именно объединение в России народов.